Плановое задание по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в округе на 2019 год составляет 1000 гектаров. И если в первом квартале по этому направлению было отставание от графика, то в дальнейшем удалось эту работу вести с опережением. И потому есть уверенность, что задание будет перевыполнено. По состоянию на 19 сентября введено в оборот 653 гектара, что составляет 65% от общего объема. План года в оборот на четвертый квартал составляет 347 гектара, это 35%. На совещании также были названы школы, директора которых по результатам работы были отмечены как одни из лучших в региональном рейтинге Московской области. Количество школ нашего округа, которые вошли в так называемую «зеленую зону», увеличилось до четырех. По итогам 17-18 учебного года увеличилось количество школ, находящихся в зеленой зоне, до четырех. Гимназия вошла в очередной раз. Также седьмой лицей, школа номер 12 имени Шкалов и школа номер 10. На совещании также обсуждался вопрос о подготовке к отопительному сезону. Исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов обратил внимание сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства на то, что службы, которые обеспечивают теплоснабжение жилого сектора и социальных объектов, должны быть готовы в том числе и к неприятным сюрпризам погоды. В прошлом году мы запускали с 10-го октября. Давайте будем погодить, смотрите. Да, погодить. По обращениям граждан. Потому что там не очень много послабаевок. Заявлений, где жители просят раньше включить отопление. Нормативы нормативами, но, тем не менее, дома тоже все разные. Совершенно по-разному себя там ощущают. На совещании также были названы сроки, в которые будут проводиться пробные топки с 20 сентября по 1 октября. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.